Маленькие города В общем, на окраине страны, которая переживает не самые простые времена, скажем так, да? У меня, наверное, была неверная ассоциация с Белоруссией, потому что в Белоруссии там городки типа Гомеля, это не очень хорошо выглядит, честно скажем, хотя жалко. Они тоже изначально безумно красивые, но они в состоянии, которое желает оставлять лучшего. А здесь просто, ну, совершенно такой кусочек Европы. То, что я люблю как раз, когда все небольшое, очень домашнее, уютное. Сделано все с большим вкусом. Я имею в виду дизайн, я имею в виду оформление. Где-то кухня великолепная, где-то, может быть, не очень. Но вот по тому, как это все придумано и сделано, это явно на первом месте все. У нас именно вот этот тур был очень плотно спланирован, потому что, слушайте, билеты на эти концерты были проданы практически год назад. Значит, и люди ждали. Никто не сдал билеты. Они надеялись, что кончится вся эта чума, и мы приедем. Поэтому, когда появилась возможность, то до последнего момента город в красной зоне, город вышел из красной зоны, город опять вошел в красную зону. Каждый день все менялось. В Хмельницком просто мы за один день им сообщили, что накануне у них сняли эти ограничения, и мы приехали. И пришлось в довольно короткий отрезок времени вставить максимальное количество концертов. Вот это тяжело. Я так не люблю. Когда мы с машиной ездим, мы все-таки день у нас концерт, а день у нас переезд и отдых. И вот тогда можно и по музеям походить, и куда угодно. В этой поездке сейчас не получилось, но я очень надеюсь, что все это закончится. И в следующий раз уже по времени это будет нормальная история. Ну, смешно говорить об аншлаге, когда при ковидной рассадке, там где-то 50%, у нас где-то 70%, я уже к этому начинаю привыкать. Сначала это несколько дико выглядело, какая-то полосатая лента. Тут сидеть, тут не сидеть. Ну, тут ничего не поделаешь, видимо. Да, слушайте, мне кажется, что вообще к этой истории надо относиться с большим количеством здравого смысла. Не надо ее игнорировать, но не надо устраивать истерику, ах, мы все умрем, понимаете? Потому что переживало человечество не такие эпидемии. И сегодня уже умеют с ними бороться лучше, чем 100 лет назад. Так что просто не надо делать глупостей, не надо орать, что всех чипируют, не надо орать, что я никогда не буду прививаться. Ну, что это за бред собачий? И все будет нормально. Если это все разумно организовано, с учетом всех правил безопасности, то что что-то страшно. Год почти мы сидели без работы, да? Год. Это вообще, говоря, для музыканта много. Телевидение все равно работает, правда? А музыкант не работает. Ему за простой никто не платит. А у них жены, дети, да? И это ни неделя, ни месяц. Это год. Это надо иметь хороший запас, чтобы год просидеть. Так что вообще людям было непросто. Ну, плюс у меня был, наверное, в том, что все-таки появилось какое-то свободное время, которого мне всегда не хватает. Лежали какие-то книги, которые я годами собирался прочитать. И просто не было возможности посмотреть какие-то фильмы, что-то дорисовать, что-то дописать. Так что первые месяцы все было замечательно. Я спал сколько хотел, я работал сколько хотел. Потом пошла полоса таких онлайн-проектов. Тоже сначала это показалось страшно интересно. С другими музыкантами вместе в интернете что-то сделать. Сделал один, второй, третий. Потом поднадоело. Все-таки это консервы. Все-таки музыка требует, во всяком случае, та, которую мы играем, она требует живого контакта с публикой. Поэтому записали альбом. Ну, в общем, мы максимально использовали это время. Музыканты едут туда, куда их приглашают. Мы не можем собрать чемодан и сказать, поедем-ка мы в Канаду. Надо, чтобы нас сначала туда пригласили. И перед тем, как мы едем, идет скрытая от нас очень напряженная длительная работа. Сейчас где-то за год приглашают, там, большую группу, например, что надо выставить логистику, как будут перевозить аппаратуру, как будут переезжать люди, как продавать билеты. Это все не очень просто. Нет, нет, не было страшно. Я прекрасно понимаю разницу между внутренней пропагандой и тем, что происходит на самом деле. Слава Богу, что ничего не началось. Я, собственно говоря, не ждал, что что-то такое начнется. К нам отношения очень хорошие. Нас очень хорошо встречают. Я тоже, знаете, когда мне было 14 лет, я тоже был в Крыму. А когда у меня был 21 год, мы там даже играли. Другое дело, что я туда не езжу с тех пор, как эта аннексия случилась. Я об этом несколько раз говорил. У меня совершенно неинтересно говорить о политике. Ситуация не меняется, к сожалению. Повторять одно и то же. И при этом себя чувствовать пугаемым, у меня нет никакого желания. Все большие мальчики. Каждый делает то, что считает нужным. Каждый несет тот крест, который в состоянии нести. Каждый получит свое время. Вот и все. Я не собираюсь никого ни осуждать, ни восхвалять. Это их личное дело. Нравится делать мне ее, конечно, больше в Ютьюбе. Потому что никакого начальства, никакого контроля, никаких пожеланий ко мне нет. А другое дело, что на телевидении я давно хорошо зарабатывал, в Ютьюбе пока нет. Но я думаю, что это вопрос времени. Борж делают и в Сибири. Борж делают в Краснодарском крае. В Украине. В Белоруссии. Он везде немножко разный. Это страшно интересно. Его делают из свинины. Из говядины. Его делают вегетарианским. С белыми грибами. Что мы сейчас опять будем? Это как насчет водки было. Поляки придумали водку. Да не поляки придумали водку. Понимаете? Но разве это главное? Очень хорошо, когда о стране узнают в мире по блюдам. Но кричать при этом, что мы первые в мире. Ну, первые. А если вы вторые? Кто это считал? И что это меняет? Это же не спорт. Это не забег на длинную дистанцию. Конечно, тысячу лет это было на Украине. В Руси не было. И Украина не было. Мы жили вообще в других условиях совершенно. А борщ был. И что мы сейчас делить будем? Моя жена родилась в Киеве. Но уже 15 лет живет в Израиле. По миру у нее, наверное, больше любимых мест. Потому что она водит группы по экстремальным, очень интересным уголкам мира. Поэтому она больше меня, наверное, уж не меньше переживает из-за этой пандемии. Потому что страны закрыты. И в позапрошлом году она в поездках провела, ну, дней 320 из 365. А последний год мы отсидели дома. Конечно, ей тяжело. Я думаю, что было бы гораздо правильнее вам поговорить с публикой. Потому что если я сейчас начну хвалиться, Ах, как меня хорошо воспринимает публика, Это будет не вполне прилично. Воспринимает хорошо.